итак дорогие друзья всем доброе утро hello good morning всем доброе утро смотрим кто сейчас у нас здесь появится всем привет так кто у нас первый приходит заходит на урок говорят что кто первый приходит бейт мидраж в дом учения шаббат шалом яков шаталин тот забирает заслугу всех заслуга всех он выбирает шалом значит то интересно сегодня как раз у нас будет про бейт мидраж вот занятия как в притчах царь сломонов говорит про учебу торы доброе утро доброе утро я продолжаю быть в нюрнберг не в нюрнберге ирландии есть такой город то есть мы сейчас ашкиназские мудрецы будем как из ашкиназа транслировать знания всем привет марика александровская что-то перестал ходить михаил федорович михаил федорович перестал ходить перестала вернее хорошо друзья все сегодня у нас урок так как день короток работа много да как перте вот написано айом кацар день короток работа много много во поле мацелим рабочие рабочие они оцелим ленивцы рабочие это имеется ввиду сам человек он и есть рабочий поле мацелим в сахар арбе награда то большая какая у нас награда вообще вечная жизнь вы бали байт дохэв дохэв он подталкивает бог подталкивает то есть он в этом мире по-любому не дает не дает в этом мире нам отдыхать сегодня это на день рождения не знаю даже надо его поздравить с днем народжения это на и значит все мы продолжаем изучать елена котин шалом из америки из нью-йорка вот хорошо значит сегодня у нас 17 глава нам в 16 главе нас конечно царь соломон немного расстроил сказал что унитать бедного нельзя чтобы умножать богатство и давать богатому тоже не нужно от этого будет один убыток и в принципе а чем же заниматься тогда да то есть большинство людей они пытаются у кого-то забрать и кого-то подкупить в общем чем же заниматься тогда и царь соломон нам советует он говорит вместо этого чем заниматься постигайте мудрость и он нам 17 отрывке говорит так от азнэха ушма деврэха хабим он говорит возьми свое ухо как бы поверни свое ухо и слушай слова мудрецов вы ли беха а сердце твое ташит ли дати поверни как бы установи к познанию моему так он нам советует он говорит послушайте вместо того чтобы забирать у бедных и давать подарки богатым что приводит к одному убытку вы лучше наоборот берите но если вы будете брать серебро и золото так он в начале главы сказал что имя хорошее лучше чем серебро и золото то есть серебро и золото когда ты берешь имущество накапливая что это нас мудрецы тоже научили марбе нехаси марбе да ага то есть тот кто накапливает многое имущество у него прямо начинается это пизур нефиш то есть у него начинается прямо он рассеивается потому что каждое имущество это часть его и он значит с этим имуществом связан со всем и он думает как же его охранять, как же его сохранять, как же его приумножать, как же оно, чтобы не ломалось. И человек полностью, как бы, все его внимание, вся его сила, она уходит вот на это имущество. А царь славянам говорит, нет, говорит, поверни ухо свое к словам мудрецов. Значит, откуда мы знаем Тору? Значит, Тора к нам пришла, есть создатель мира, он создал мироздание, и потом он тем людям, которые были в состоянии с ним быть на контакте. Это пророки. Пророки — это те, у кого есть Wi-Fi, которые вот сейчас, например, если есть, сейчас все почти, ну, все, кто меня слушает точно, могут пользоваться интернетом. То есть, как это происходит? Есть какие-то лучи летают по миру, да, это интернет. Они там по кабелям где-то идут, где-то летают по миру, да. Теперь есть у меня коробочка такая металлическая. Я в эту коробочку говорю, я даже говорю не в коробочку, сейчас, а вот в эту палочку. Говорю в эту палочку, мой звук заходит в палочку, переходит через воздух. Видите, палочка ничем не соединена. Вот она, палочка. И, значит, она ничем не соединена, но звук переходит в компьютер. Из компьютера он по воздуху, компьютер не соединен с интернетом, по воздуху идет куда-то в другое место, там через роутер заходит куда-то, и в ту же секунду буквально задержка может быть 3-5 секунд, и в Америке, в этом, везде вы получаете информацию. Как? Вообще, вот вдумайтесь, это чудо-чудес. Мы живем вообще в эпоху, кто мог 20 лет назад подумать, что вот так будет? Никто, никто не мог. Это чудо. Теперь, поэтому нам понятно, очень легко становится сразу и понятно, что Бог, Он определенным людям, пророкам, у которых в голове только не вот в этой механике, а у них в голове был специальный приемничек такой, то есть они этот приемник нашли у себя в голове. Как они искали у себя в голове? Найти, кстати, этот приемник в голове несложно. Нужно только научиться вначале свое внимание контролировать и зайти вниманием в свое вначале подсознание, потом нужно через медитации какие-то и так далее. И в общем, оп, и они нашли у себя внутри вот этот вот приемничек, через который они слышали Бога. Это пророки. Потом пророки, значит, самый главный был пророк, это Машерабен Моисей. Он 40 дней очищался предварительно для того, чтобы не было никаких искажений, потому что у обычного человека, у него внимание все равно цепляется за потребности тела, за физиологию, за какие-то звуки, за еще что-то. Машерабен, он был 40 дней на горе Синаи без еды, без воды, и он, значит, видно, вошел в такое чистое состояние, что Бог ему сказал, ты для меня сейчас как чистое прозрачное стекло. То есть ты сможешь то, что ты примешь от меня в виде информационного какого-то потока, ты сможешь это передать народу Израиля, чтобы они это приняли. А Машерабен говорит, а как я это сделаю? Я же косноязычный. Бог говорит, не переживай. Тот, кто сотворил мир, он тебе поможет каким-то образом это передать. Сейчас как раз недельная глава о том, как Машерабену, вот он пришел к фараону, как он пришел в Израиль, как он говорил с народом Израиля, как он говорил с Богом. То есть все как раз, вот сейчас мы находимся в этой недельной главе, очень интересно. В общем, Машерабену, он получил это знание, и тут же, тут же появились мудрецы рядом с ним. Кто такие мудрецы? Например, Итро. Итро, это был его тесть. И он Машерабену дает хороший совет. Он говорит, послушай, то, что Бог тебе сказал судить, как судить, какие правила суда, какие законы, по которым судить аксиомы, это Бог тебе сказал, тут вообще нет сомнений. Но я тебе советую, сказал Итро, и он ему дал хороший совет, каким образом организовать судебную систему. То есть мудрецы, они получив от пророков аксиомы, аксиомы Торы, и полностью приняв на 100% эти аксиомы Торы, они дальше, дальше они обучали и передавали людям, еврейскому народу вначале, а дальше уже это все распространилось через христианство, мусульманство, то есть вот это знание от Бога, которое получил Машерабену, получил на горе Синай, дальше оно пошло во все мироздание. И вот, значит, мудрецы, это те, которые, приняв аксиомы, с помощью такой выдающейся работы своего ума, сумели эти аксиомы перевести на понятный язык. И вот теперь нам царь Соломон говорит, чем нам заниматься, да, простым людям. Значит, он нам говорит так, что преклони свое ухо и послушай слова мудрецов, услышь их. И когда ты услышишь слова мудрецов, то есть аксиомы Торы плюс интерпретацию мудрецов, тогда либеха, тогда сердце твое, то есть свое мышление, тошит ли дойти, тогда ты должен свое мышление уже направить, как бы заставить его установить для того, чтобы познать это. То есть от того, что человек услышал, ничего в жизни не изменилось. Он услышал, в одно ухо влетело, в другое вылетело. То, что человек послушал урок Торы, молодец. Эти 20 минут он хотел, у него было намерение узнать Тору, присоединиться к Богу, что-то полезное узнать. Узнал ли он? Скорее всего, нет. Потому что для того, чтобы в интеллекте человека новое знание интегрировалось и инсталлировалось, и вошло, нужно приложить работу сердца. Что такое работа сердца? Мы уже учили в первых главах, что слова Торы, прямо царь Самон сказал, «Кашрем аль гаргаратеха, повяжи их на горло свое, катвем аль луахлебеха, и запиши их на скрижалях своего сердца», то есть в его подсознании. Как это сделать? Значит, первый закон повторения, мать учения. Тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожаи. Это пертевод. Второй закон – это тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба дают возможность и учить, и обучать. Поэтому мы делаем выводы для того, чтобы обучать других людей. Тот, кто учит, продолжает пертевод, для того, чтобы делать, то есть ты что-то выучил, обдумал, начинаешь применять, тому с неба дают возможность учить, обучать, сохранять, вот как раз то, о чем говорилось, и делать. То есть для того, чтобы Тора, которую мы слышим от мудрецов, она стала частью нас, нужна работа, нужна конкретная работа. И значит, вот мы знаем, что с ней делать. Выводы, и потом делаешь, обучаешь и так далее. Теперь дальше. 18-й отрывок. 18-й отрывок нам говорится так. Ки наимки тишмерэ бэбитнеха, что прекрасно, что ты сохранять будешь слова Торы внутри себя, в животе твоем, да? Это прекрасно. Икону ягдав альс васэха. Когда они утвердятся на устах твоих. То есть говорится так, что сохранить то, что ты услышал, можно только, если ты проговариваешь. Когда человек говорит, я читал, я на тренингах часто спрашиваю, кто читал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей?» Ну, поднимает какое-то количество людей, там 10-20-30% поднимают руку. Такие довольные, все. А те остальные все сидят и пишут. Я им говорю, не пишите, говорю, нет смысла. Они говорят, почему нет смысла, это же такая хорошая книга. Я говорю, а давайте сейчас я вам покажу, почему нет смысла. Тем, кто читал, я говорю, поднимите еще раз руку, кто читал. Ну, там подняли они еще раз руку, гордые такие, мы читали. Я говорю, кто может встать и сейчас сказать нам «Семь навыков высокоэффективных людей?» Всего семь. Вся книга о семи простых навыках. Семь навыков. Кто помнит? Никто. За пять лет никто. Никто, вообще никто. То есть последние годы, когда уже люди ходят второй, третий раз на тренинг. Система моя, вот эта система сверхобучения 4П, она популярная сейчас, чтобы не читать, а изучать книги. Уже люди начали вставать, называть навыки, пользоваться навыками. То есть смысл в чем? Что человек что-то может сказать «я это знаю», только если он это может рассказать, объяснить другому человеку. Если он не может, то у него нет этого знания. У него есть ощущение, что он знает, у него есть представление, что он знает. Но если он не может это рассказать другому, то есть то, что нам сказано в 18-м отрывке. Как это прекрасно, если ты их сохранишь внутри себя. И когда они будут установлены на устах твоих. Вот только тогда ты их сохранишь у себя. Это понятно, да? Поэтому еще раз повторю, то есть я, если бы никто не писал выводы, я бы вообще перестал вроде проводить. Но из-за того, что пишет хотя бы несколько человек, я считаю, что я для них провожу этот урок. Потому что все остальные слушают, кайфуют, приятно там, ну иначе бы не слушали. Но остается что-то полезное только у тех, кто потом начинает с этим работать. Услышал, сделал выводы, написал свои выводы, объяснил кому-то свои выводы, рассказал, повторил. Вот я каждый раз, когда готовлюсь к уроку, я прочитываю с самого начала эту главу. Опять я прочитываю всю главу сначала. И потом перехожу на следующие три отрывка, чтобы изучить комментарии. Потом я изучил комментарии, написал, написал подготовка к уроку, пишу на каждый отрывок по одному-два абзаца. И после этого, после этого провожу урок и объясняю. И завтра я опять все повторю, подготовлюсь к следующему, ну и так далее, и так далее. Понятно, да? То есть мы учим Тору не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы Тора зашла вовнутрь и стала нашим мышлением. Понятно, да? Отлично. И, значит, девятнадцатый отрывок. Девятнадцатый отрывок. Льет баашем мифтахеха, ода тиха аем афата. Значит, переводится это так. Чтобы было в Боди твое, чтобы ты полагался на Бога, то есть, чтобы твоя уверенность, твое положение было на Бога, чтобы была в Боди опора твоя. Ода тиха научил я тебя сегодня и также тебя. Так вот говорит царь Соломон. Он говорит, смотри, если ты подумаешь, что одни комментаторы объясняют так, что вот человек может сказать, да, вот Тадир Брагунов, например, да, или Виктор Крюшков, или Мошек и Мессорук. Хорошо, вот я прочитал отрывок, перевод на русский язык, отрывка из книги Мишли, царя Соломона. Мишли, да, царь Соломон написал, но он же написал на иврите, а я читаю в переводе. Дальше. Дальше Ицкак мне что-то объясняет, но он объясняет, как Малбим объяснял, как Раша объяснял, как Мессуда Давид объясняли. Но, а вдруг Ицкак ошибся, может, он неправильно перевел там какую-то букву, не так прочитал, или он же все-таки не родился в мире Тора, и может быть, он тоже где-то что-то ошибается. И вот когда человек так подумает, да, ему царь Соломон говорит, полагайся на Бога, то есть если твое намерение служить Богу, твое намерение понять Бога, твое намерение постигнуть божественную мудрость, положись на Бога, он тебе как бы даст четкое правильное понимание того, что нужно. Главное намерение, то есть полагайся на Бога, как мы учили во второй главе, по-моему, мы учили, что Вот так написано там. Если ты будешь как серебро ее искать, и как сокровище, разыстие, как люди разыстивают сокровище, тогда ты поймешь и страх перед Богом, и даты лаким кимца, и познание Бога, постижение Бога ты найдешь. То есть если у тебя будет вот такое стремление, как люди стремятся к серебру, к золоту, к богатству, да, если ты также будешь стремиться к Торе, к божественной мудрости, тогда ты поймешь. И объясняет дальше царь Соломон, киашем и тен хохма, Бог тебе даст божественную мудрость, ми пив, оттен хохма. Что Бог даст тебе хохму, даст тебе божественную мудрость из его рта, как бы, да, из его уст, да, ты твуна, постижение, и твуна — это как, ну, это качество ума, понимать вещь из вещи. Значит, если ты будешь искренне стремиться к Богу и получишь слова мудрецов, слова Торы, то есть ты наполнишься вот этими аксиомами, тогда ты можешь не волноваться, что ты где-то ошибешься, потому что, как сказал нам царь Соломон в Каэлите, что тот, кто боится Бога, он выйдет по всем мнениям. То есть главное, чтобы был у тебя вот этот вот страх перед Богом, трепет перед Богом, любовь к Богу, то есть стремление, правильное намерение. Понятно, да? Хорошо. И дальше, дальше, значит, у нас сегодня последний отрывок. Последний отрывок говорит нам царь Соломон в… А, и второе объяснение, да, забыл я, второе объяснение. Второе объяснение очень красивое и очень полезное. Значит, второе объяснение такое. Может подумать, например, Эйтан Бердер, да, он подумает, вот я буду целый день сидеть учиться, вот я буду целый день постигать божественную мудрость. А кто работать за меня будет? Кто за меня будет работать? Кто о деньде? А как же так? Так вот, значит, когда написано «полагайся на Бога», да, как написано, «в Боге будет твоя опора, я научил тебя сегодня». Значит, Бог тебя всему научит. Вот, например, Эйтан, он захотел получить образование такое дополнительное, психологическое. И, значит, он такой думает, вот, как же я пойду в институт, там, какой-то долго куда-то ехать. Я говорю, сиди, Эйтан, учи Тору. Есть в онлайне система, можно получить, прямо сидя в онлайне, образование любого мирового университета, психологическое, там, любое. Значит, в онлайне, сейчас показал ему сайт, два диплома буквально за несколько лет. Но теперь, как интересно, да? То есть, если бы он не учил Тору, не учил Талмуд и не умел учиться, и если бы Бог ему не помогал, то этого бы не было. Поэтому положись на Бога, и Он тебя обеспечит. То есть, вот это ответ тем, которые говорят, кто за меня будет работать, за минимум усилий ты получишь максимум результата. Если ты учишь Тору, полагаешься на Бога, у тебя есть большая мудрость, тебе бояться нечего. То есть, важно не количество действий, важно качество. И последний на сегодня отрывок, последний отрывок, тоже продолжает царь Соломон, говорит с теми, которые сомневаются, а вдруг я что-то не так пойму, не так прочту. Он пишет, «Алло, катав тилеха шалишин». Я тебе три раза, говорит, он писал, «Бемуатсот вадаат» с советами и постижением познаниями. Значит, здесь тоже несколько есть объяснений, что ответил царь Соломон. Три раза я тебе писал, «Раша» говорит, что это есть Тора письменная пятикнижая. Есть, здрасте, есть Тора письменная пятикнижая. Есть, сейчас, секундочку. А можно сейчас, мне нужно пять минут закончить, через пять минут. Да, я просто, да. И есть Тора письменная пятикнижая, есть книги пророков, есть писание, есть писание. И, значит, три раза царь Соломон нам дал, три раза нам царь Соломон дал направление, куда двигаться. И, значит, ошибки не будет, так он нам сказал. Все, дорогие друзья, значит, на сегодня мы заканчиваем. Есть интересные в жизни ситуации, которые, ну вот, Бог нам дает все время, как жизнь, как внешние события, это как игра такая. Причем, что интересно, что внешние события, это всегда, что посеешь, что и пожнешь. То есть человек, он засевает, засевает какие-то семена, свои решения. Главные семена, кстати, смотрите, главные семена, которые мы засеваем, это решение. И решение, и то, как человек воспринимает мир. То есть человек вначале выстраивает свое мышление, принимает решение, учится, делает и так далее. Потом оно прорастает через какое-то время, прорастает какими-то плодами. Дальше человек, он берет эти плоды, то есть плоды — это события в жизни, это как закон причины-следствия. Человек когда-то принял решение, сегодня он получил результаты. Дальше он сидит сегодня и думает, что же это мне за результаты дал Бог. Может, он вообще Бога убрать из картины. Он думает, что за жизнь такая, да, вокруг меня. Он, значит, опять должен обдумать это все, опять должен принять решение на базе каких-то правил, каких-то принципов. И вот он думает, так, значит, ну все, принимаю решение. И принимает какое-то решение. Это он опять посеял семена. Когда они вырастут, то есть у разных культур разный срок вырастания. Дерево может вырасти, например, там через несколько лет только, да, такое оно начинает давать плоды. А пшеница дает плоды сразу. Сорняк развивается быстрее всего. То есть каждый негативный поступок, он прорастает намного быстрее, чем что-то такое вот по-настоящему позитивное. То есть чем позитивнее и серьезнее ты хочешь получить плоды, тем это дольше происходит. А сорнятип, поэтому этот мир, он больше похож на сорняк, да, тут очень вокруг больше вот спрашивают, почему больше зла, почему больше вот эти вот, ну такого, если мы посмотрим, там какая-то вульгарная хрень, да, по Ютубу или по еще почему-то. Да, она прямо захватывает умы, а тут мы учим самую высшую мудрость в мире, и нас только сколько человек, там 43 человека в прямом эфире, ну считай, самые умные люди Рунета. Вот я считаю, что вот сейчас здесь нас слушают самые умные люди Рунета, и которым Бог дал мудрость, уже он как бы привел, чтобы постигать мудрость Ря Соломона. Это вообще, какое счастье надо иметь, да. И теперь, значит, теперь, но остальные-то где? Вот именно потому, что сорняти быстро прорастают, а что-то серьезное вырастет, это надо усилия прилагать, долго копать и так далее. Поэтому нас мало, но и хорошо, потому что в Раю мест немного, в Раю, может там места мало, может быть там реально ограниченное в Раю, как бы ограниченное пространство. Ну это я шучу, конечно, но может и так. Все, хорошего дня, шаббат шалом, всем удачи, счастливо, до свидания. Продолжение следует...